Добрый вечер, уважаемые телезрители! В студии прямого эфира программы «Сегодня» журналист Антон Хатиновский и мой сегодняшний гость, вернее, очаровательная гостья, руководитель департамента агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Алматинской области Лазат Мукатаевна Бейсикулова. Добрый вечер! Добрый вечер! Ну и, как вы, наверное, поняли, уважаемые телезрители, разговор у нас будет идти о государственной службе и то, чему нас в этот период научила государственная служба пандемии. Первый вопрос такой. В связи с пандемией коронавируса страна несколько месяцев находилась на карантине, и многие, в том числе наши государственные служащие, работали дистанционно, то есть оказывали государственные услуги в дистанционном режиме, там, посредством интернет, посредством где-то телефонной связи. Вот скажите, как среди государственных служащих выстраивалась данная работа в режиме онлайн, и какие плюсы и минусы вот такой формы работы можно отметить? Да, действительно, в истории Казахстана еще такого не было, чтобы государственные служащие в онлайн-режиме работали. На сегодняшний день в связи с пандемией было принято решение государственных служащих отправить на удаленный доступ с марта месяца. С марта месяца государственные служащие работают в соотношении 80% на 20%, то есть если в государственном органе, допустим, 20 человек, из них 80% работают на удаленном доступе, а 20% находятся на работе. Данный такой анализ у нас еще в 2018 году нашим департаментом был проведен по Алматинской области. Нами было рекомендовано Акимату Алматинской области и вообще руководителям государственных органов. Мы тогда говорили, что государственные служащие могут работать удаленно, можно будет на государственной службе внедрять гибкий график работы, то есть госслужащие могут приходить, допустим, на час позже на работу, но, соответственно, и рабочий день у них будет не до 18.30, а до 19.30, либо сокращать обеденное время. Каждому как удобно, на усмотрение. Все это делалось в свое время в 2018 году в целях повышения вообще имиджа государственной службы и привлекательности государственной службы. Тогда это было как предложение, как рекомендация со стороны нашего департамента, но в связи с пандемией назрела необходимость и все-таки на сегодняшний день доказано, что государственные служащие могут и должны работать на удаленном доступе. Все-таки статистика показывает на сегодняшний день, что все государственные услуги и все из документа оборот, который был при, будем говорить, режиме оффлайн, он же и в онлайн-режиме также работает. Никаких, допустим, срывов по оказанию государственных услуг, таких риских скачков по сравнению с прошлыми годами, даже мы берем последние три года статистику, мы такого не видим. То есть пандемия доказала, что государственные служащие могут на удаленном доступе работать. Вообще, когда в 2018 году мы этот анализ проводили, он как бы по опыту таких развитых стран, как Великобритания, Швеция, мы по опыту этих стран были, оно было как бы рекомендовано, но на сегодняшний день практика в Казахстане тоже показывает, что государственные служащие могут работать в удаленном доступе и прекрасно с этим справляются. Кроме того, нашим агентством был проведен опрос, как бы в виде анкетирования, в котором были заданы государственным служащим. У нас есть своя информационная система, называется «Интранет-портал государственных служащих, государственных органов», через который государственные служащие Казахстана отвечали, что они прекрасно справляются и эффективно работают на удаленном доступе. Поэтому никаких таких срывов нету, работа ведется, она также и продолжается, потому что хоть и есть послабление карантина, но все-таки карантин еще не снят. Соответственно, и государственные служащие также работают в этом режиме. Продолжают работать? Продолжают работать в таком режиме. Я напомню, что к нашему диалогу сегодняшнему могут подключиться и наши телезрители. Телефон прямого эфира, код города Талдыкурган, 8-72-82-40-01-09. Звоните и задавайте свои вопросы, касающиеся работы государственных служащих. Следующий вопрос. Значит, такого порядка. Скорее всего, те тезисы, которые озвучил президент в послании, они, естественно, вышли из того периода, которому пришлось пережить казахстанцам. Это период пандемии, жесткого карантина. И в послании президент Республики Казахстан, Касымжи Маратакаев, поручил сократить госаппарат на 10%. В этом, в текущем году, в целом же было 25%. И 15% где-то на следующий год. Сегодня уже ведется такая вот работа в области. И разработаны ли какие-то механизмы по сокращению государственных служащих? И кого коснется в первую очередь такое сокращение? Да, 1 сентября президент Хасымжи Маратакаев в своем послании озвучил, что пандемия показала, что, как мы в первом вопросе вашем, я дала ответ, что государственные служащие могут работать удаленно. То есть такая необходимость, чтобы государственные служащие в госорган приходили, как такой прям необходимости нет. Во-первых, оно экономит время государственных служащих, работая из дома. И, во-вторых, все-таки какие-то административные расходы, даже та же самая электроэнергия, допустим, аренда административного здания и так далее, и тому подобное, все это экономится с бюджетных средств. Что касается послания президента, то в послании было озвучено, что состав государственных служащих на сегодняшний день, я бы хотела сказать, что численность государственных служащих по республике Казахстан достигает порядка 98 тысяч госслужащих. Президент дал задание в этом году до конца этого 2020 года сократить количество их на 10%, и в 2021 году сократить количество еще на 15%. То есть, в целом, до конца 2021 года количество государственных служащих по республике Казахстан должно быть сокращено на 25%. Также президент в своем послании озвучил, за счет проведенного сокращения повысить заработную плату оставшимся госслужащим. Если сегодня говорить про сокращение, как таковое механизм, ну как механизм, нами на сегодняшний день, нашим департаментам, разработано несколько предложений в качестве рекомендации и направлено письмом в областной акимат на имя Акима области, касательно местных исполнительных органов Алматинской области. Если в целом говорить, то на сегодняшний день в Алматинской области сокращение до конца года, до конца года должны быть сокращены 408 единиц государственных служащих. Как это будет достигаться? Мы рекомендуем в первую очередь, естественно, сократить вакантные должности. Как показывает статистика, на сегодняшний день порядка 320 у нас вакантных единиц в местных исполнительных органах области, из которых порядка 70, они получаются временные. То есть это те государственные служащие, которые находятся временно, а не вакантные. Почему? Потому что они находятся где-то на учебе, допустим, на обучении в Академии Госуправления, либо по уходу за ребенком. Вот такие временные вакантные должности, где-то порядка 70. Но, соответственно, остальные 250, это получаются постоянные вакантные должности. Мы рекомендуем первое время, самый первый, один из механизмов, это сократить вакантные должности. Второе. По закону о государственной службе, государственные служащие по достижению пенсионного возраста, как вы знаете, мужчины 63, женщины 58,5-59, они имеют право продлить пребывание на государственной службе еще на один год. У них такое право есть. У нас в области есть несколько десятков, более 10 человек, которые продлили еще на один год, хотя и достигли пенсионного возраста. Мы рекомендуем уже, как бы, их, допустим, отправить на пенсию. Еще одна рекомендация, которую мы предлагаем, это на государственной службе работают пенсионеры правоохранительных органов, которые с правоохранительных органов, еще не достигшие в административном блоке, вышли на пенсию. То есть они на сегодняшний день получают две выплаты с бюджета. Они получают, как пенсионеры правоохранительного блока, пенсию, и плюс получают, как действующие государственные служащие, заработную плату, как госслужащие. Законом это не запрещено. Но мы полагаем, что если, допустим, вопрос будет стоять сокращение действующего госслужащего, который только одну выплату получает с бюджета и который получает две выплаты, я думаю, что будет справедливым сократить того, который получает две выплаты. Стабильную причину. Да, стабильную. У него пенсия стабильная. То есть, если будет вопрос стоять того или того сократить, то мы рекомендуем сократить у которого пенсионеры с правоохранительных органов, которые работают в государственном службе. Далее, порядка 408 единиц должны быть сокращены до конца этого года. Но у нас же еще есть 15%, которые мы должны сократить до конца 2021 года. Их получается порядка 600 государственных служащих мы должны сократить. То есть, в целом у нас тысяча человек останется, будем говорить грубо, без работы. Но сейчас нельзя сказать, что тысяча человек, потому что все-таки текучесть кадров идет. По мере увольнения государственных служащих с госслужбы мы рекомендуем объявить либо мораторий, либо принимать на вот эти вакантные должности. Никого лучше сокращать вакантные должности. Но тут тоже так рассуждать нельзя, потому что где-то в каких-то государственных органах вакансий много, а в каких-то государственных органах вакансий нет. Ведь штатная численность даже районных акиматов, государственных служащих, она исчисляется. То есть, единицы даются в зависимости от численности населения района. Есть такая своя норма. Вот по этой норме и закрепляются эти государственные служащие. То есть, утверждается структура госоргана, штатная численность. Поэтому тут каждый подход должен быть индивидуален, но все-таки будем стараться живых людей не сокращать. Все это делать за счет вакансии, планомерно, чтобы данное сокращение болезненно никого не коснулось. Мы понимаем, что на сегодняшний день всех государственных служащих тревожит этот вопрос. Каждый думает, по какому механизму, по какому алгоритму будет проходить сокращение. Не попаду ли я под это сокращение, какие требования будут. И если остановиться на этом вопросе поглубже, то если озвучить вопрос, кто не подпадает под сокращение, гарантированно. Это вопрос интересный достаточно. Кто может уже сегодня не волноваться за то, что завтра его могут сократить. Тем более, насколько я понимаю, это тоже есть такой психологический момент, когда над человеком зависла дилемма, что меня завтра сократят, вдруг завтра не уволят. То есть, естественно, это отражается на работе. И кто же у нас не попадет под сокращение? Трудовым законодательством данный вопрос тоже предусмотрен. Под сокращение не попадают женщины, которые имеют детей до 3 лет. Женщины, которые имеют детей, матери-одиночки, которые имеют детей до 14 лет. Имеют детей инвалидов до 17 лет. А также беременные женщины не подпадают под сокращение. Соответственно, те женщины, которые по уходу за ребенком сидят, у них временно вакантная должность образуется. И данная категория лиц тоже не подпадает под сокращение. То есть, здесь мы тоже предлагаем. У нас, как я уже сказала, порядка 70 государственных служащих на временной вакантной должности. Поэтому те, которые подпадают под сокращение, как-то временно, для того, чтобы людей уже не сокращать, живых людей, можно будет переместить на места временной вакантной должности. Это своего рода на определенное время, но все равно выход из ситуации. Потому что, как вы знаете, государственным служащим в декретном отпуске разрешается по закону сидеть до 3 лет по достижению ребенка, пока 3 года не наступит. И тем не менее, все равно, как бы то ни было, я думаю, что в этом году, до конца 2020 года, мы безболезненно проведем сокращение за счет вакантных должностей. Но все-таки, наверное, на следующий год, даже если учитывать, что текучесть кадров есть, какая-то часть государственных служащих будет увольняться. Тем не менее, все слышали послание президента и все государственные служащие, в принципе, сейчас в надежде на то, что с 1 июля 2021 года будет повышение заработной платы. То есть, зарплата госслужащих повысится в 2-2,5 раза. Может, не в 2,5, но где-то в 2,2 раза. Поэтому, захотят ли государственные служащие, которые столько, допустим, времени работали на низкой зарплате, уйти с государственной службы, возможно, текучесть кадра и уменьшится к этому времени. И то, что мы предполагаем, что мы сокращение проведем за счет вакантных должностей, возможно, оно и не будет такой возможности. Тогда уже мы государственным органам, руководителям госорганов предлагаем рассматривать вопрос оценки деятельности госслужащих. У нас у государственных служащих оцениваются по работе. То есть, каждый год в отношении каждого госслужащего проводится оценка его деятельности. И в конце года его работу оценивают по оценке превосходно, эффективно, удовлетворительно, либо неудовлетворительно. По закону предусмотрено, если государственные служащие два года подряд получают оценку неудовлетворительно по этой оценке, то он должен либо понизиться в должности, либо, если нет ниже стоящей должности, он должен уволиться. То есть, оно не является отрицательным мотивом увольнения из госслужбы, но, тем не менее, его увольняют. Ну, соответственно, пусть рассматривают тогда вопрос уже тех государственных служащих, которые имеют оценку эффективно. И хотелось бы еще сказать, что сейчас вы знаете, что все у нас в рамках цифровизации, сейчас время цифровизации, эпоха цифровизации. Я думаю, все-таки подход под цифровизацией тоже должен быть. Государственные служащие, которые уже в возрасте, которые, допустим, не умеют пользоваться правительством с порталом ЕГОВ, которые не умеют как бы пользоваться в рамках цифровизации всеми необходимыми навыками, я думаю, все-таки их вопрос пребывания на государственной службе тоже нужно будет рассматривать. Но каждый случай индивидуален. Определенно сказать, вот такой механизм, так, так, тут уже конкретно такого механизма нет. Я напомню, телефон прямого эфира 8-72-82, это код города Талдыкурган, и наш телефон 40-01-09. Звоните, пожалуйста, и задавайте свои вопросы, у вас еще есть время. Вот уже у нас есть телефонный звоночек. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Я хотел задать вопрос. Я слышал, есть изменения по поступлению на госслужбу, и я хочу поступить на госслужбу, и какие документы я должен знать? Спасибо. По поступлению на государственную службу в настоящее время очень, можно сказать, хорошо сейчас упростили, в том плане, что раньше поступление на государственную службу проводилось, конкурсные отборы проводились в три этапа. Первый этап конкурса объявлялся среди действующих госслужащих государственного органа, второй этап объявлялся среди государственных служащих всей республики Казахстан, а третий этап объявлялся для всех граждан республики Казахстан. Конкурс, проведение конкурсного отбора на какую-то вакантную должность государственного органа, она занимала период где-то до 56-57 дней. Процедура конкурса сама в правилах предусмотренная. В настоящее время данная процедура почти в два-три раза время сокращена. Время проведения конкурсного отбора на какую-либо вакантную должность, она сокращена от 56 до 22 дней. Почему? Потому что вот эти этапы отбора, про которые я сказала, второй и третий этап, объединили. То есть все государственные служащие республики Казахстан и граждане могут участвовать в одном конкурсе. С небольшой разницей действующие госслужащие сдают только послужной список и заявления для конкурсного отбора. А граждане республики Казахстан, тут тоже нужно сказать, что процедуру намного облегчили. Раньше, если они сдавали 8 документов, то сейчас сдают всего 3 документа. То есть они подают свой послужной список, заявления, ну и документы об образовании в конкурсную комиссию. И отбор проходят. И еще одна хорошая новость, которую бы хотелось сказать, если раньше на сдачу тестирования, допустим, кандидат на сдачу тестирования знания законодательства республики Казахстан зашел, не добрал определенное количество баллов, будем говорить, ну завалил, сертификат не смог получить, то он должен был до следующего захода на тестирование, он должен был ждать порядка двух месяцев. То есть без двух месяцев база его фамилии, его данные не принимала. А сейчас данный срок сокращен всего на 15 дней. То есть если он сейчас завалил, он может выйти, через 15 дней подготовиться и снова зайти на тестирование, попытаться пересдать его, получить тестирование, взял сертификат. Кроме этого, еще одна хорошая тоже новость. В качестве наблюдателей на конкурсных собеседованиях может участвовать любой гражданин республики Казахстан, который достиг 18-летнего возраста. Раньше такого множества тоже не было. В качестве наблюдателей на собеседованиях в государственных органах, в конкурсных комиссиях присутствовали только депутаты, представители средств массовой информации, общественные объединения, представители НПО и так далее, тому подобное. А сейчас любой гражданин, если его родственник, либо его знакомый, друг, будем говорить, проходит собеседование, то на данную должность, если претендует 5 человек, то его друг может прийти и участвовать в конкурсе и посмотреть, действительно ли вот этот кандидат, за которого он болеет, ответил на вопросы хуже, чем другие. То есть он, кандидат-то собеседование пройдет и выйдет, а вот его, допустим, там, будем говорить, представитель, он может сидеть до конца. Процедура стала более демократичной, более доступной, и любой может привести с собой, так сказать, психологическую поддержку, что тоже немаловажно на экзаменах, как в школе, когда кто-то там за тебя болеет. Ну, вот мы с вами говорили о сокращении государственного аппарата. Понятно, что человека сократили, он остался без работы, но подразумеваются ли какие-то его, скажем, социальные выплаты, социальные гарантии? То есть он уходит, вот просто вот получил последнюю заработную плату и ушел, все. Будет ли какое-то материальное подспорье, чтобы человек там, ну, не бегал с выпученными глазами и думал, как же ему на кусок хлеба-то заработать? Безусловно, в законе о государственной службе в 56-й статье прописано, если государственный служащий, который имеет стаж работы на государственной службе не менее трех лет попал под сокращение, то ему выплачивается четырехмесячная заработная плата. То есть он сокращается, но, допустим, среди, может быть, тех государственных служащих, которые сейчас будут подлежать сокращению, кто-то, возможно, и захочет забрать четыре оклада и уйти из государственной службы, попробовать себя в частном секторе, либо у него какие-то планы, такие же тоже могут быть же. Поэтому они имеют право претендовать, но тут обязательное условие, стаж работы на государственной службе у него не должен быть ниже трех лет на государственной службе. Такие могут по закону о государственной службе, да, четырехмесячные выплаты. То есть есть свои определенные требования и критерии. Вот президент в своем послании предложил вести прямые выборы сельских акимов. Каковы механизмы действующего назначения акимов в сельских округов и в чем разница и что нам конкретно это даст? Ну, касательно выборности, акимов уже говорится давно. Сейчас вы сами же видите, что в государственной службе очень большие реформы происходят, особенно вот начиная с 2013 года, очень много изменений. В 2015 году закон о государственной службе уже с учетом всех необходимостей, которые назрели по истечении времени, был принят новый закон о государственной службе. Многие моменты были прописаны, многие институты были внедрены. Ну и, соответственно, тогда было внедрено, что акимом правом косвенного избирательного голоса через депутатов маслехатов избирались акимы сельских округов. Это выборная должность. Обязательно бывает альтернатива на должность акимов сельских округов. Потом аким, который выбирают депутаты, он начинает работать. И первые вот такие выборы у нас проходили в 2013 году. В 2017 году уже четырехгодовое пребывание акимов на данных должностях, акимов сельских округов, оно было уже как бы пройдено. И в 2017 году были новые выборы. Теперь вот в ближайшем, будущем, в 2021 году данные выборы тоже, срок полномочий акимов действующих истекает. И будут выборы уже выбирать население. Вы знаете, что послание было только 1 сентября. Поэтому на сегодняшний день никакого алгоритма, нормативно-правового документа, который правил какой-то, как это будет, что это будет, на сегодняшний день только разрабатывается. Только все это в проекте. Естественно, потом мы с вами все это будем внедрять. Но хотелось бы сказать, что вот акимы, которые завершили действие своих полномочий, 4 года проработали и у них срок полномочия прошел, у них есть право без конкурсного отбора назначиться на любую государственную должность корпуса Б. Без права отбора, то есть он должен по квалификации и по стажу работы на ту или иную должность подходить при наличии, при естественном наличии вакантной должности. Он имеет право туда по согласованию с уполномоченным органом. В нашей области, уполномоченным органом в сфере госслужбы являемся мы, департамент, проходит с нами согласование. Мы проверяем его на соответствие стажа и квалификации, ну и соответственно и проходит назначение. У акимов есть такое право. Касательно выборности, будем ждать какие нормативно-правовые документы, как будет принят закон, как будут разработаны правила, когда они утвердятся. Возможно они будут утверждены указом президента и потом уже будем. А вообще будет, население само будет выбирать акима. Я думаю, что это все-таки будет через местное сообщество. Отлично. А у нас есть еще один звонок от нашего телезрителя. Это будет, наверное, завершающий вопрос в нашем сегодняшнем разговоре. Говорите, мы слушаем вас. Алло. Алло. Да-да, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Салем, адык-тарма. Салем, адык-тарма. Мен сұрақ қоян дегенім. Коя бері. Маслихаттарда зарплаты көтерледі ма? Оданген сокращение болады ма, болмайды ма? Сұраңызға рахмет. Біздегі маслихаттардың өздерінің бір ережесі бар. Маслихаттардың штаттық санын бекту бойынша. Ол жаңағы ереже бойынша әр маслихатта кемінде бес адам болу керек. Сондықтан бізде аудандық маслихаттарда, және областық маслихаттарда бес адамнан көп маслихаттар жоқ. Сондықтан ол жақта қысқарты болмайды. Себебі ереже бұзылу мүмкінемес. Ал жалақы туралы айтатын болсақ. 2021 жылдың бірінші шілдесінен бастап барлық мемлекеттің қызметчілерін жалақылары көтеріледі. Маслихаттардың қызметкерлері де яғни осы категорияға көрет. Көтеріледі яғни. Спасибо вам за ваши ответы. Спасибо, что вы нашли время, несмотря на свою занятость, прийти к нам в студию прямого эфира и рассказать о тех новшествах, которые ожидают нашу государственную службу. Ну и в целом, наверное, это коснется и населения страны. В завершение нашего выпуска, Лиза Анатольевна, не могли бы вы назвать номера телефонов с вашего департамента, куда наши граждане могут обратиться по тому или иному вопросу, касающийся государственной службы? Да, Антон, хотела бы случаем воспользоваться. У нас очень много обращений поступает в отношении действия государственных служащих не по нашим функциям. Хотела бы сказать, что наш департамент рассматривает вопросы действий и бездействия государственных служащих именно в сфере законодательства о государственной службе, а также оказания государственных услуг и нарушения норм этики. По этим вопросам наши зрители, граждане области могут обращаться всегда по телефону 24 31 36, это в городе Талдыкургане. И оттуда наши специалисты постараются решить все их вопросы. Ну что ж, еще раз благодарю вас за сегодняшнюю беседу. Но прежде чем попрощаться, хочу пожелать в первую очередь нашим гражданам здоровья. Ну, а государственным служащим не расстраиваться, ведь все еще впереди и каждый может достичь новых высот, занимаясь другой деятельностью. Ведь у нас очень много работы и каждый найдет свое место в нашем обществе. До следующих встреч в эфире телеканала ЖТСУ. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»